Сегодня журналистам рассказали о планах работы Российского исторического общества и фонда «История Отечества» на 2019 год. Одной из основных тем стала подготовка мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма. Нам предстоит сделать тоже большую работу провести, чтобы достойно отметить и годовщины освобождения советских республик, в том числе Украины и Белоруссии. Советские солдаты всех национальностей сражались с нацизмом плечом к плечу. И поэтому, не закрывая глаза на кощунственные попытки киевского режима приравнять пособников нацистов, бандеровцев с советскими воинами, освободителями, мы поддержим тех, кто бережно хранит в своем сердце память о Великой Победе. Среди приоритетов историческое просвещение в регионах, поддержка краеведения. Уже выделены пять пилотных территорий. Алтайский край, Приморье, Тверская, Челябинская и Ленинградская области. Готовится к выходу 20-томник «История России». К новому учебному году для школьников выйдет цикл видеолекций по так называемым трудным вопросам истории. Еще один просветительский проект запланирован совместно с РЖД. Речу это о том, чтобы на вокзалах человек мог не только сходить в буфет или посидеть в зале ожидания, чтобы там было некоторое культурно-музейное пространство, где он мог бы увидеть, а собственно, где он находится, что это за город, что это за район, какова его роль в истории России, какие самые замечательные люди здесь жили. В общем, ему нужна такая историческая справка, информация о данной местности. Вот, собственно, это и есть наша задача – подготовить такой контент. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!